Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области уже сутки объявлен оранжевый уровень опасности. Снег не стихает. Во многих районах региона ветер усилился до 15-20 метров в секунду. Как налажена работа по расчистке федеральных, областных и муниципальных дорог от снега, обсудил губернатор Дмитрий Азаров на совещании с главами муниципалитетов. Подробности далее. Снег не стихает. Вот уже сутки в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Службы МЧС предупредили об обрушении на Самарской области в юге шторма и гололеда одновременно. Местами уже наблюдается усиление ветра до 20 метров в секунду и снижение видимости до 500 метров. Такая погода крайне опасна, особенно за городом, на трассах. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок. В четверг 3 февраля в Самарской области введено ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал». В опасную зону попали 39 километров. Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств действуют на участке с 93 по 132 километр федеральной трассы М-5 «Урал». На участке подъезда к городу Оренбургу со стороны Самарской области. Временная мера начала действовать с 7 утра. Чуть позже были перекрыты еще два участка. Отрадный Первомайский с 6 по 17 километр в микрорайоне Кенель-Черкасский. И Ташолка-Тольятти, Димитровград с 0 по 24 километра в микрорайоне Ставропольский. В МЧС было принято решение о ограничении движения по ряду дорог. В том числе принято решение об ограничении движения автотранспорта по дорогам областного значения в ряде районов. И принято решение об ограничении движения на дорогах федерального значения. Это в первую очередь М5 «Урал» на участке от городского округа Сызрань до городского округа Тольятти. И также принято решение об ограничении движения по дороге подъезда от М5 к городскому округу Оренбург до границ Оренбургской области. В этот непростой период все муниципальные службы региона должны работать в круглосуточном режиме. Нужно не допустить скопления больше грузов на трассах, которые могут затруднить и без того непростое движение. На протяжении всех областных дорог должны быть размещены специальные пункты обогрева, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Нужно быть готовыми оказать помощь людям в размещении и питании. И самое важное, должна быть полная координация на дорогах по всей территории области. Федеральные областные трассы должны быть расчищены, нужно обеспечить доступ к каждому населенному пункту. Исполняющий обязанности главы Красноармейского района рассказал, что всю ночь местные дорожные службы боролись за расчистку отрезков федеральной трассы Самара-Волгоград-Красноармейск-Пестравка. Движение там не прекращается, но в итоге не успели расчистить въезды в несколько местных деревень и попросили помощи у центра. По Красноармейскому району концентрируйте усилия, значит, если у вас информация затруднена у исполняющей обязанности главы района, что полностью закрыт населенный пункт, ему на месте, конечно, ситуация более понятна. Поэтому максимально помогайте, справляйтесь с ситуацией, все населенные пункты должны быть, естественно, доступны. О ситуации в областной столице доложил первый вице-мэр Владимир Василенко. На что обращаем внимание? В первую очередь это стационары, где находятся больные и подвод кислорода. Это береговая шесть, откуда едет. В рабочем режиме или, как говорят, в ручном режиме работаем с Министерством здравоохранения, там, где необходимо чистить даже на территориях больниц, обеспечить заезды карет скорой помощи. И также во взаимодействии с Министерством транспорта обеспечить на сегодняшний день, где сформированы валы, все въезды квартала для того, чтобы было обеспечено подъездом каретам скорой помощи и на случай, если форс-мажора, это заехали туда пожарные техники. По словам первого вице-мэра, городские улицы областного значения поддерживаются в рабочем состоянии на всю ширину. На дорогах муниципального значения ведутся работы по расширению, там, где проезд был ограничен. Нет ни одного автобусного или трамвайного маршрута, который был бы из-за непогоды отменен. Губернатор подчеркнул, что особое внимание нужно уделить расчистке остановок, а также контейнерным площадкам. Снегопад не должен помешать своевременному вывозу мусора. Непростые погодные условия, высокие температуры, обильные осадки. Надо разъяснительную работу вести с людьми, организовывать работы и по расчистке территории. Привлекайте дополнительную технику, предприятия, учреждения для того, чтобы с задачей справиться. Коллеги, здесь синхронизация нужна. Работа дворников, управляющих компаний, компаний, которые вывозят отходы. Обеспечьте эту синхронизацию. Не допускайте складирования отходов в сверхнормативных сроках. Максимальные усилия на этом сконцентрируйте. За минувшие сутки в Самаре, Тольятти и Клявлино выпало рекордное количество осадков – 8 мм. Значительные осадки наблюдаются во всех муниципалитетах области. Но это не должно послужить причиной транспортного коллапса, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Только совместные круглосуточные усилия всех служб позволят расчистить регион от снега. Пока расслабляться рано, в ночь на пятницу синоптики также обещают мокрый снег. Виктория Шарая, События. Улицы города чистят от снега без остановки. В приоритете у профильных служб подъезды к социально значимым учреждениям. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Как расчищают проезжую часть, дворы и внутриквартальные проезды, расскажет Максим Агамедов. Коммунальные службы города минувшей ночью мобилизировали свои силы, чтобы устранить последствия снегопада. Первоочередное внимание к объектам социальной сферы. Дополнительно губернатор поручил обеспечить подходы и подъезды к железнодорожным станциям. По ночи сработали в полном объеме. Ту задачу, которую я ставил вчера на вечерней оперативке, по линии вывоза снега, это порядка около 7-6 тысяч 800 тонн. Вывели снега за сутки. На день ставим задачу, это обязательно пробить все выезды квартальные, дворовые проезды, где сформированы валы, чтобы были обеспечены заезды в квартальные территории. Жители просят не пользоваться личными автомобилями без острой необходимости. Движение общественного транспорта обеспечено на 100%. Владимир Василенко утром провел оперативное совещание в ТТУ и поручил расчистить трамвайные пути, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. Днем в уборке улиц города задействовали 300 единиц техники и 155 дорожных рабочих. Их задача – обеспечить расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов. Сегодня на территориях города работает 391 единица техники и 3412 уборщиков территорий. Дополнительно выведен персонал и техника, привлеченная дорожниками и районами. В том числе для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров и других элементов уличной дорожной сети. Вместе с дополнительными ресурсами задействовано 174 машины и 224 дорожных рабочих для расчистки вручную. В связи с потеплением на участках ведутся активные работы по поддержанию сетей дождевой канализации в рабочем состоянии. Мы работаем в любую погоду. Самара больно не балует. Вот последние недели у нас погодой особое внимание сейчас уделяем очистке проезжей части дорог, приладковой части дорог. И сейчас потеплело, нулевая температура, открываем дождеприемники, чтобы вода уходила в дождеприемники, не скапливалась на дорогах и не мешала проезду. Дворовые и внутриквартальные территории расчищали порядка 2900 дворников и 172 единицы техники. Первые лица районных администрации обязаны вести личный мониторинг за состоянием подконтрольных территорий и координировать работы всех профильных служб. Глава Октябрьского района Самара Александр Кузнецов лично объезжает дворы, чтобы следить за работой по расчистке внутриквартальных проездов. У нас на системной основе поделен район на квадрат и за каждым закреплен управляющим микрорайоном он отслеживает состояние двора на текущий момент. Как крыши выглядят, почищен ли двор, выходы из подъездов, очищена ли территория возле контейнерной площадки. Ежедневно управляющие компании очищают кровли домов. Резкое потепление вызывает образование сосулек на скатных крышах. В Октябрьском районе их убирают 15 бригад по 3 человека. Крышу дома номер 23 на проспекте Масленниково чистили всего день назад. Но из-за обильного снегопада сегодня процедуру приходится повторять. Соблюдение техники безопасности при выполнении таких работ обязательное условие. Чтобы случайно не травмировать жителей дома и прохожих, места работы огораживают сигнальными лентами. Там, где нет возможности их закрепить, выставляют барьеры. К помощи промышленных альпинистов в Октябрьском районе не прибегают. Управляющие компании справляются собственными силами. Наши сотрудники работают с рациями, в жилетах, в касках, в ремни безопасности привязаны. Где нужно АГП, где есть возможность чистки без АГП, где стоят сгорождения на кровле, там без АГП чистят. Управляющая компания, которая обслуживает 23-й дом на проспекте Масленниково, недавно сменилась. О работе сотрудников старшая по дому отзывается положительно. Говорит, оперативно реагирует на сообщения жильцов. Буквально вчера я обратилась в управляющую компанию, плюс параллельно в администрацию района обратилась через соцсети, чтобы они проконтролировали процесс. И уже сегодня у нас чистят снег и во дворе, и с крыши, что очень приятно. Алена Филимонова рассказывает, при расчистке внутриквартальных проездов есть сложности с припаркованными автомобилями во дворе. Эту проблему решают при помощи создания групповых чатов в мессенджерах. Там предупреждают жильцов о предстоящей уборке территории. Мониторинг обращений граждан в социальных сетях ведет Центр управления регионом совместно с Муниципальным центром управления Самары. Ни одно сообщение не остается без внимания. На последнем оперативном совещании губернатор Самарской области поручил всем главам муниципалитетов, муниципальных районов особое внимание уделить очистке снега с крыш, домов и социальных объектов. Центр Самарской области за последнюю неделю зафиксировал 60 сообщений в соцсетях на эту тему. Оперативно передается эта информация в муниципалитеты к отработке. Мы контролируем это. Сергей Рыжиков напомнил собственникам помещений, что они самостоятельно обязаны следить за состоянием козырьков, балконов и креплений кондиционеров, а также своевременно очищать их от наледи. Максим Магомедов, Николай Епифанов, События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 3692 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 231 082. Такие данные в четверг 3 февраля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1542 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 200 782 пациента. Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области. Документ опубликовали на сайте правительства региона. Так, из постановления следует, что в области приостанавливается проведение всех спортивных мероприятий и соревнований среди детей и подростков. Кроме того, несовершеннолетние до 15 февраля не смогут посещать театры, кинозалы, цирки и другие культурно-досуговые учреждения. Медицинские организации приостановят плановую работу и перейдут на экстренный режим работы. Стационарная помощь пациентам по показаниям оказывается в штатном режиме. Также будет продолжаться выдача лекарств по льготам. Далее в эфире новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. Правительство России в течение четырех лет направит на модернизацию ЖКХ 150 миллиардов рублей. Где возьмут такие средства? В Фонде национального благосостояния. Но их дадут не безвозмездно, а под проценты. Об этом поговорим после информации о пенсионных выплатах. Неработающие пенсионеры с 3 февраля начинают получать пенсии, проиндексированные на 8,6%, а не на 5,9%, как в январе. Помимо выплат за февраль, пенсионерам дадут доплату и за январь. Все выплаты придут автоматически, обращаться в ПФР не требуется. В среднем размер страховой пенсии по старости увеличится после индексации на 1,5 тысячи рублей. Коснется нововведения более 30 миллионов россиян. В российских регионах обновят коммунальную инфраструктуру. Правительство утвердило программу финансирования проектов ЖКХ за счет накоплений Фонда национального благосостояния. В текущем году на модернизацию направят 20 миллиардов рублей, а всего в течение 4 лет – 150 миллиардов. С их помощью профинансируют до 80% затрат, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Однако средства предоставят на возвратной основе на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых. От регионов и институтов развития ожидают не менее 37,5 миллиардов рублей вложений. Отбор региональных проектов на получение финансирования уже начался. Фонд содействия реформирования ЖКХ, через который пойдут денежные потоки, уже одобрил предварительные заявки на поддержку 22 проектов стоимостью 42 миллиарда рублей. Темп роста цен на авиабилеты на внутренних рейсах в прошлом году оказался максимальным за последние 10 лет. Средняя стоимость полета в салоне эконом-класса в декабре, по данным Росстата, составила 5400 рублей в расчете на 1000 километров пути, что на 15% выше, чем в январе прошлого года. Предыдущий рост цен наблюдался в 2019 году. Абсолютный максимум стоимости билета был зафиксирован в 2012 году, когда путешествие между российскими городами обходилось туристу в среднем в 6800 рублей. Правительство России утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров Олимпиады и Пара-Олимпиады в Пекине. За золото выплатят 4 миллиона рублей, за серебро 2,5 миллиона рублей, за бронзу 1 миллион 700 тысяч. В играх примут участие более 4000 спортсменов. Официальный курс доллара 76 рублей 65 копеек, американская валюта прибавила 17 копеек. Евро 86 рублей 56 копеек, европейская валюта увеличилась на 28 копеек. Нефть марки Брент 88 долларов и 41 цент за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Россиян защитят от покупки квартир в аварийных домах. С февраля все сведения о ветхом жилье будут вносить в единый госреестр недвижимости. Однако получить выписку ЕГРН с новыми данными потенциальные покупатели смогут в июле. С чем это связано и почему не удастся получить новое жилье, если человек сознательно покупает дом под снос, расскажет Светлана Кудрявцева. Защита от ветхости. С февраля органы местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Это поможет россиянам проверить состояние жилья перед покупкой. Теперь, когда человек, приобретая квартиру, увидит, что данная квартира расположена в ветхом или аварийном жилье, то он будет знать, что со временем, скорее всего, в ближайшее время, данный дом будет подлежать сносу, и это может повлиять на заключение его сделки. Раньше эти сведения не были общедоступны через реестр, их нужно было искать из нормативно-правых актов, которые публикуются на сайте муниципального образования. Теперь это стало проще. Однако есть нюансы. Информацию о ветхих домах муниципалитеты должны подавать в Росреестр с февраля по июль. То есть, сведения в ЕГРН будут отображаться по мере их поступления. Поэтому заказать выписку из Единого госреестра недвижимости с новыми данными можно с 1 июля. Эта дата установлена для внесения всех сведений обо всех домах, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Соответственно, Росреестр будет вносить эти данные в ЕГРН и они, эти сведения, общедоступны и могут быть получены любым заинтересованным лицом путем заказа выписки из ЕГРН. Выписку можно заказать как в бумажном варианте через МФЦ, так и в электронном виде через онлайн-сервис Росреестра или сайт госуслуг. Они имеют одинаковую юридическую силу, но электронную можно получить гораздо быстрее, не выходя из дома. А вот заработать на аварийном жилье, сознательно купив квартиру в непригодном доме, чтобы потом получить от государства новую, не получится. Напомним, после того, как дом признают аварийным, органы власти принимают решение об изъятии квартир и предоставлении собственникам либо другого жилья, либо денежной компенсации. В этой компенсации включается рыночная стоимость самого жилья, рыночная стоимость общего имущества, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом. Затем сюда включены также все расходы, связанные с переездом, с поиском нового жилья. В случае, если вы покупаете жилое помещение в доме, которое уже признано аварийным, эти правила не действуют. Компенсация производится не более потраченной суммой на покупку этого жилого помещения. Иными словами, что потратили на квартиру в аварийном доме, то и вернут. Никаких дополнительных выплат и обмена на другое жилье. Исключение здесь составляет только имущество, которое получили в наследство. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. В Самаре наградили лауреатов конкурса «Самарский модерн». На суд жюри более ста школьников и студентов в губернии представляли картины и чертежи, так или иначе связанные с жизнью и судьбой знаменитого мецената. Подробнее Мария Левина. Студентка Самарского архитектурно-строительного вуза Нана Маргиани стала лауреатом второй степени на конкурсе «Самарский модерн». Нана с детства любит рисовать. Говорит, в будущей профессии для нее важна возможность творчества. Поэтому выбрала профессию архитектора. Участие в студенческих конкурсах Нана считает необходимой частью своего обучения. Ведь, как правило, мозговой штурм объединяет всех однокурсников. На конкурс она представила портрет Константина Головкина, выполненный в графике, где изобразила самые яркие грани его личности. Как достаточно такой великий человек, значимый для Самары, многогранный. И мне кажется, его долго и надолго все запомнят. Приятно, что я поучаствовала в этом, и что, наоборот, наградили. Тоже очень приятно. Конкурс «Самарский модерн» приурочили к юбилею Константина Головкина. Участниками стали более ста школьников и студентов. Конкурс состоял из двух этапов. В финал вышли 45 участников. Лучшими признали 18 человек. Выразил надежду, что со временем кто-то из них пишет свое имя в историю нашего региона, искусства, став во всех смыслах продолжателем дела Константина Головкина. Ведь важно, чтобы не только жила память о замечательных людях прошлого, но и чтобы тот запал, тот талант, который был у этих людей, уже от нас много лет, увы, ушедших, продолжал жить в новых поколениях. Мы понимаем, что модерн – это только одна из составляющих городского облика Самары. Самара – это очень эклектичный, очень насыщенный и очень интересный архитектурный, интересный город. То, как ребята будут, как архитекторы или художники, творить в этом городе, как они будут реализовываться, реализовывать свой творческий потенциал и делать город лучше, конечно же, во многом зависит от них. Я очень надеюсь, что вот эти соприкосновения разных культурных институций, музеев и архитекторов, людей разных профессий, как раз и даст вот эти коллаборации и выход на что-то реальное, будь то выставки, проекты, картины. Увидеть работы победителей конкурса самарцы смогут до конца недели в художественном музее. Кроме того, там же для гостей подготовлена выставка «Человек-город», посвященная многогранной жизни Константина Головкина. Его биографии и деятельности, которая была плотно связана с развитием города на Средней Волге. Мария Левина, Николай Епифанов. События. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. К этой дате аналитики Яндекса изучили запросы в поисковике и узнали, что пользователи спрашивают про Олимпиаду, какими видами спорта больше интересуются и что хотят знать про Олимпийский огонь. Например, больше всего россиян, судя по числу запросов, планируют следить за хоккеем, биатлоном, фигурным катанием, лыжными гонками и керлингом. Чаще всего задают вопросы, где зажигается факел Олимпийского огня, кто зажигал огонь в прошлые годы, в каком году впервые провели эстафету, на дне какого российского озера побывал Олимпийский огонь и в каком году Олимпийский огонь впервые побывал в космосе. В числе популярных вопросов в Яндексе, какая страна является родиной Олимпийских игр, в каком году наши спортсмены впервые участвовали в Олимпиаде, какие виды спорта входят в Олимпийские игры, как звучит девиз Олимпийских игр и что означают Олимпийские кольца. Две баскетболистки Самары постараются помочь своим сборным отобраться на Кубок мира. Причем жеребий свел Пуэрте-Рико и Россию, за которые будут выступать Дженнифер Онил и Дарья Курильчук, соответственно, в одной отборочной группе. Далее рубрика «Новости спорта». Баскетболистки Самары вызваны в свои национальные сборные для участия в матчах квалификации Кубка мира 2022. Защитник команды Дженнифер Онил включена в состав сборной Пуэрте-Рико. Они попали в одну отборочную группу со сборными России, Бельгии и США. Американки досрочно вышли в финальную часть турнира, поэтому три сборные разыграют две оставшиеся путевки. В расширенный состав сборной России, которая вчера приступила к подготовке к матчам квалификации, включена защитник Самары Дарья Курильчук. Матчи пройдут с 10 по 14 февраля. Минифутбольный клуб «Динамо Самара» готовится к матчам 10-го тура Российской Суперлиги. 9 и 10 февраля волжане примут Норильский «Никель». «Динамовцы» недавно обыграли сибиряков в Кубке России, теперь попробуют повторить этот успех в чемпионате. Команды – соседи по турнирной таблице. «Никель» на пятом месте, а «Динамо» на шестом. В первом круге в Норильске соперники обменялись победами. Хоккеисты ЦСКА ВВС постараются помешать челябинскому «Челмету» выйти в плей-офф ВХЛ. В матче с летчиками челябинцам нельзя терять очки. Они занимают 15-е место и опережают «Звезду», у которой на три матча меньше всего на четыре очка. Накануне «Челмет» уступил другой команде Самарского региона – «Ладе» 2-3, выигрывая по ходу матча. А потому хозяева будут настроены решительно. Волжане же надеются прервать серию с семи поражений подряд. Матч первого круга в Самаре завершился 3-0 в пользу уральцев. Субтитры создавал DimaTorzok